им нужно при обставить какой-то дом и купить там например 20 картины они просто не хотят заморачиваться там положим они там где-то заплойте просто на тебе короче там 30 миллионов рублей там купи мне 10 картин короче или 20 повесить как хочешь там я потом приду посмотри в россии как стал популярным считать андерграундом да и и выражать как все плохо куда не пойдешь везде какая-то тьма тьма смерть гроб чернуха тюрьма за это искусство да ну это прям тяжко то есть ты реально для нашего мозга вот мы типа этих вот он вообще какой-то зумерная а я близко к этому для нас все так тяжело так так сложно хочется ведь хоть это ходить там и чуть рисовать или придуриваться там танцевать там и писать там еще такой употреблять много про коронавирус информация да хочу чай позитивная хорошая про то как не не знаю какие мы все красные красивые как все будет хорошо как можно было открыть галерею в наше непростое время в россии это что как додуматься надо было кто был идейным вдохновителем из вас вместе были идейным вдохновителем и мы ходили на разные бина ли на всякие выставки типа в россии в основном россии да вот так больше по большей части везде типу до москву на космос к уходили даю нам показалось что в этом всем не хватает немножко развлечений какой-то радости слишком все напыщено так знаете не хватает вот вещей которые хотят простые люди как бы в том плане простые что они может быть не какие-то культура культурологи или что такое да не хотят каких-то простых вещей вот этого не хватает а не просто ну например картин которые были бы сразу понятны например который бы не слегка это позитив или или затрагивали темы которые которым они сталкиваются постоянно который интересно лично вот этому человеку типа того да я лайк майселф я сам себя люблю это такая глупая как бы вещь такая да я бы хотел чтобы картины которые меня дома висят чтобы они мне об этом напоминали они бы делали мою жизнь более радостной потому что мне кажется картина они конкурируют в первую очередь не с другими вот художниками или что-то такое да вот они конкурируют с поездки до боли для меня потому что не да по цене да и по цене и человек он думает такой чтобы не купить сегодня болинсиагу или может быть я поеду на боль и отдохнувать жена мая хочет на боли да и в и в этот момент он должен прийти домой с этой картины и жена должна сказать слушай вот это супер на боли мы поедем на дуни газа не пройдется но и должно пройти в этом цель художник художника должно чтобы она сказал вот это супер она же будет у нас год-два-три будет нас время рада понимаете вот это вы было бы гениальный картин с моей точки зрения а не та гениальная картина, которая скажет, например, 10 каких-то критиков, они скажут, что это супер. Да, вот это интересно. Где-то я у вас прочитала, что вы против позиции, когда автор должен писать тексты, объяснять, вот я нарисовал это, потому что там то-то, и тогда вот эта длинная вся история, когда нужно оправдывать то, что ты делаешь. Я могу длинную историю занудно рассказать, потом можете на монтаже обрезать, а то вы так далеко ускакали от того, как мы это место открыли. Мы же тоже проводили ивенты довольно прикольные, мы делали большие ивенты там на полторы, на две тысячи человек, и в Известия холлы, и там в разных клубах. Как выставки? Это было мероприятие, у нас изначально была идея, то есть если вообще совсем далеко начинать, то вот был личный экспириенс там у Димыча, свой, у меня отдельно свой, вот он приходил на какой-то ивент, где было чуть больше, чем стандартная, например, экспозиция галерейная, или чуть больше, чем там ночной какой-то клуб или косплей-пати, и у меня похожие были, мы подумали, блин, круто сделать ивент, где был бы арт во всем в проявлении, потому что искусство, что в принципе эта философия в какой-то степени потом отражается и отразилась, и вот сейчас можно увидеть, как отражается и в этой галерее, но искусство, оно как бы во всем, то есть музыка это искусство, косплей это искусство, там коктейли, в принципе, это искусство, арт это искусство, перформанс искусство, скульптуры. И мы вот по максимуму пытались свои мероприятия набить этим искусством, то есть у нас были там реально, там и перформансы, музыка, и какие-то косплееры, куча скульптуры, куча картины, куча всего такого неожиданного, мы перезнакомились там со всеми многими современными молодыми, в основном, молодежи, художниками, но мы не могли реализовать полностью свои идеи, потому что очень тяжело было, ну очень короткое время отводилось на монтаж, и это практически невозможно, за несколько часов, плюс всегда какие-то накладки, то погода что-то испортит, то еще что-то, плюс всем все нравилось, но мы почти ничего не зарабатывали, точнее мы зарабатывали много, там полмиллиона, миллионы, там полтора, но это уходило типа на бар, не наш. И мы такие, блин, супер гениальная мысль, может нам тупо посчитать, сколько это все стоит и выгоднее, типа найти свое место, открыть, поставить бар и так далее, но мы такие, мы еще молодые были, не знали, сколько тут подводных камней, мы такие, да, такие, найдем, ну и реально, короче, начали искать помещение, нашли в итоге на красном, в принципе, октябре, но, конечно, это все не так просто, потом ремонт, куча своего геморрона, anyway, в принципе, это сработало, то есть поставили барную стойку, то есть можно выпить кофе, поставили, соответственно, галерею и украшаем ее, наполняем так, как мы хотим и зовем того, кому хотим, и художники могут спокойно, как бы, ну, если нужно что-то повесить или перестать, ну, раш, типа спокойно, это очень приятно, и она, в принципе, до сих пор эволюционирует и меняется, и, ну, в лучшую сторону, как, скажем так, развивается, и в этом есть свой кайп, то есть это намного, на самом деле, в этом приятнее работать, чем вот этот сумасшедший стресс на ивентах, а ивенты лучше уж вот такие, как, ну, вот недавно, там, ArtRussia Fair или Какос Москва выездные можно делать. Ну, то есть это там раз-два, два-два. Ну, то есть здесь можно такие более камерные, можно выезжать, там, вот на большие какие-то дизайнерские выставки или художественные. Ну, вот базово, тоже, конечно, немножко сумбурно, но вот история создания этой галереи такая. Понятно, там тоже еще были свои мысли, типа, ммм, а что бы не выделиться и не сделать ее, там, стрит-артовой? Ммм, а если это стрит-арт, что бы тогда, типа, люди, которые покупают картины по пять тысяч долларов, может, им, ну, логично, что им нужно место, там, подумать, посидеть, почилить, там, выпить кофе, воды, сока, там, в плойку поиграть, в туалет сходить. Мы такие, ну, да, сделаем, вот, а потом подумаем, ммм, ну, если рэпчик уже и плойка и кофе, ну, можно и шмотки нормальные, пацанские хайбистовые, там, типа, редкие, там, я не знаю, ну, там, ну, изики, там, Supreme North Face какие-то, там, куртки крутые, редкие. И это все, на самом деле, в принципе, в одной культуре оно очень синергирует, классно сочетается. И потому что, ну, кто-то может прийти, просто начать рисовать, читать, и вот это для него, это просто как интерьер. А для кого-то все, что он видит, это можно купить и рассказать суперредкую историю. Тут можно же в любое, тыкнуть, что тут есть, у каждого будет своя история. У кроссовок, у коллекционных игрушек, у плакатов, там, даже эти обои, понимаете, у всего есть свой прикол, своя история. Тоже дизайнерские какие-то? Ну, да, в принципе, мы... Ну, простой коваль. Это и есть дизайнерские обои, йоу. Вот, ну, это тоже прикольно, как мы их выбирали, ходили. Людям нравится, мы изначально хотели, чтобы люди фоткались, вот вам ли не знать, как инстаблогеру, типа ютубблогеру, что очень важна инстаграбельность. И мы изначально планировали делать, ну, хотели сделать место, в котором людям было бы прикольно фоткаться. То есть, поэтому у нас ламы, прикольные стены, поэтому мы хотим коктейли, которые и не только как экспириенс по вкусу необычные, но и выглядят офигенно, и картины такие же. Ну, и, в общем-то, с переменным успехом, вот, и с переменными неуспехами мы к этому... А какие неуспехи, расскажи какие-нибудь фейлы. Ой, да полно. Которые можно наружу... Это у нас в основном, знаете, мы сами как художники больше, чем как какие-то директора или что-то такое, понимаете, все истории, когда нужно делать, например, бухгалтерский учет или делать там, я не знаю, какие-то... И, в принципе, такое мало кто, я так понимаю, умеет, понимает, это дед приходится прямо находить людей, которые это умеют. А мозг, он либо, короче, ты либо... Ну, он, наверное, может быть, что угодно научиться, но ты либо креативишь, как-то думаешь, пытаешься, либо ты такой сидишь и там циферки отбиваешь и так далее. Но вот мы потихоньку учимся совмещать. Да, это очень интересно. На самом деле, моя мечта вот тоже нарисовать, например, про эту картину или попросить кого-то нарисовать, да, почему, что бухгалтерский учет, это не только интересно, захватывающе, но это может быть так же, как бы круто, как, извиняюсь, там, ну, состоять в какой-то банде, там, предположим. Ну, как вот у рэперов, они считают, круто это состоять в банде, а почему обязательно надо состоять в банде, чтобы быть крутым, если можно, например, состоять в бухгалтерской фирме, и ты пишешь, там, например, какие-то слова, там, например, про то, что ты поимел, например, всех в их цели, там. Да, это супер, нет, ну, она же реально странная поп-парадигма, она же реально, мы давно обсуждаем, она про то, как, типа, там, вот, про какую-то дичь нелегальную, да, там, про какую-то хероту, там, наркоту, там, что-то там, тёлки, клубы, там, я там, типа, нихера не делаю, такой тупой, там, хожу, весь богатый. Это не круто, это уже, как бы, было, и то, это тоже, как бы, даже когда это, ну, когда об этом зачитывалось, это тоже иногда было, там, с иронии зачитывалось, или, там, бэкграунд-контекст нужно было знать этих рэперов, а у нас же просто слизали, но, классно же был, прикиньте, настолько, как могло бы выстроить прикольно, если бы качественно был бы рэп, или музыка, вот-вот реально, там, я, там, супер-классный юрист, шари-закон, и всё соблюдаю, там, тебя защищают, да, или, там, блин, я супер-движки, там, в тачке собираю. Про жизнь, да? гордиться тем что делаешь ли мышь посуду и ты знаешь ее круто и у тебя например есть деньги покупаешь картину там написано там фокин дешево шик какой-то на примере все до кухни и вот это круто это это инстаграму было потому что любой труд уважаемый любой труд как бы важен и вам ли как instagram блогеру не знать то что есть огромное количество стакну и инстаграмеров которые по любой теме короче стали популярность люди провизор рассказывать что покупать типа в аптеке но ты знал скандал да супер популярный человек рассказывает там как готовить картошку там за 15 секунд она популярна там чувак рассказывает как перебирать карбюратор на жигуля прикольно он популярно то есть в принципе любое любое дело которое тебе нравится который ты делаешь качественно найдет отклик в сердцах людей на наш взгляд почему бы не промоутировать они пиарить классные вот хорошие добрые вещи они вот это вот все там типа также это верно для художников если девочку классную вещь что тебя в любом случае там найдут мое субъективное мнение но вот в принципе дима вроде тоже особенно в россии у нас такой народ экзистенциально закризисованы если так можно сказать то есть у нас куда не пойдешь везде какая-то тьма тьма смерть гроб чернуха тюрьма за сервина искусство да вот удивительно насколько не хватает при этом они многие по общению довольно прикольные люди то художники такие все яркие светлые но рисуют жуткую чернуху про это все хотел сказать что мне кажется чтоб тебя заметили что твою работу купили и вот мы это тоже прочувствовали немножко на арт фэр рашу человек он должен захотеть и купить который покупает даже не захотеть не галерист и художник должен хоть человек который на нее смотрит а для него самое важное для этого человека мы заметили это не купить переживание этого художника ему не важно что художнику было плохо или там что сумасшедший или самую какие-то мысли ему хочется выразить свои мысли в первую очередь поэтому для него важнее это баленсиан который на избран тягу выражать там я типа есть бабки до призвала воды он думает такой я хочу выразить что например то что он будет посуду лучше всех или то что там он хочет поехать диснейленд или еще что то вот если ты художник ты смог это прочувствовали тем просто повезло и ты хочешь то же самое и ты делаешь про это работа думать о вау как песни на эти работы песню слушаешь думать о вау ты же про мою любовь там девушки и еще послушаю 5 раз да потом ты ненавидишь это супер тоже важная мысль мы к ней довольно ну не чтобы долго приходили но вот после долгих каких-то рефлексе раздумий понимаешь что это ну реально одна из основ из фундамента как мне кажется например арт-бизнеса потому что когда особенно в контексте например картины статы то есть когда ты себя дома покупаешь произведение художника ну ты во первых ты наверно не хочешь приходить с работы видеть какую-то там смерть там чернуху ну может быть ты хочешь если ты год какой-то там поэт гураллоко загоняешься но 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 большинство людей ну там хотят чтобы в их доме был элемент который выражать частично их и их души ну да соответственно это не значит то что художнику как автору картин нужно отказываться от выражения своего я ради бога но художник должен понимать что рынок так работает что вот я как клиент который я тоже например люблю там покупать там например картины ну или там представлять что я покупаю я бы себя тоже брал то что выражать меня ну то есть например вот я люблю там космос у меня там чехол и там нас а футболки и так далее соответственно очевидно что шанс то что если куплю большое полотно дорогой как которая как-то будет выражать мое увлечение там вот этим всем космосом там технологическим прогрессом элонным маскам а вот этой дичью да он больше соответственно если там ну кто-то любит там не знай кроссовки бабки вот например ну кроссовки вот тема тело целая там сникер культура сейчас популярна люди любят там кроссовки много сейчас есть арта про кроссовки нет мало хотя наверняка есть чуваки которые очень любят кроссовки с удовольствием бы это повесили у себя дома типа я я не могу за них судить ну вот вот мне кажется вот рынок именно арта это наверно важный вопрос для ваших подписчиков вот он работает так то есть вам нужно понимать чего многом хочет как бы клиенты не стоит многие очень довольно высокомерно относятся к вкусам людей типа да ничего не поняла эти чмурис баблом мы там мы высшая кастом и творческий да могут против такого и одухотворенно вот мы вот я например против такого я считаю то что ну артум во всем арт вообще я бы во французски а это от слова актизам это же это значит ремесло изначально то есть и все что ты делаешь очень хорошо как бы искусство у нас как-то это оторвалось соответственно ну художник он же художник который выражает какие-то чаяния души он не какое-то божество эльф так что он просто человек такой же ничем не лучше не хуже там условного бухгалтера ли посудомойщика соответственно если вы хотите продавать ну вот нужно жить жизнью которая сейчас идет до нужно я считаю что нет ну для многих художников для них трудно полюбить что-то вот кроссовки например но я считаю что любой человек может полюбить кроссовки если просто вникнуть надо вникнуть просто в это да и нужно поэтому стараться вникать в вещи которые пробуйте принести бабки что хоть что и картины купили по стараться вникнуть в кроссовки или в бали или в машины ли в что-то еще правильно вместо того чтобы читать целый день канал там какой-нибудь мэш на телеграме где написано кто кого обманул и умер когда надо читать что-то более веселый интересный такой чтобы тебя потом родились эти идеи они как те приходят как-то пух ты думаешь о сделаю такую вещь вот и вот это мне кажется очень важно потому что у нас в россии как стал популярным читать андерграундом да и и выражать как все плохо а если выражаешь как все хорошо например учета за сковорода например я хочу я тоже попросить кого-нибудь может быть и делать картину такой ну про милицию я хочу чтобы они добрым сердцем с чистотой вот мысли подошли к тобой нашли что там хорошим ну например дайте там что-то случилось я всегда кричу милиции милиции помогите мне и вот это выразить почему это хорошо или какие другие вещи да это было бы мне кажется по-настоящему андерграунд у нас реально второе что когда не только же вот именно в живописи да вообще творческих кругах эти памяти интеллигенция она исторически сложилось что оппозиционно как бы в текущей власти и иногда ее просто хуесосят ну почем зря ну реально то есть и в россии если ты не дай бог ты если ты счастлив в россии это многие выражают люди ты это зашкарный предатель в россии типа нельзя быть счастливым или ты на чем-то сидишь за смеха да типа только так только если ты там чмо ужасный вор подлес бандит но это же неправда причем ну объективно неправда то есть если ты берешь даже ну вот если ты про мин начал про ментов говорить если ты начал даже про ментов например говорит милицию ну про милицию да сейчас полиция взять сравнись тоже с францией ну где типа живучесть ну там чуваки там часто гораздо более жестко винтят или там в америке то есть у нас я я понимаю у нас тоже есть типа там все боятся там что менты там могут там по беспределу увести в кутузку там что-то там но у нас не самая как бы жесткая полиция на свете то есть если сравнить с тем же ну западом который считается мягко там не знаю сша там франция то можно найти кейсы и там она по час гораздо жестче действует то есть а при этом я не специалист как бы в полициях в этом в комментах меня еще не убивайте но я поинт поинт который я хочу донести да то что у нас ну блин реально не все так плохо а к сожалению парадигма общая такая то что ты не можешь даже шаг влево шаг вправо сделать для того чтобы попытаться рассказать что-то хорошее что у нас есть я чуть-чуть ответить на этот вопрос может быть институции вот эти все гараж мама галереи который там на винзаводе и где-то еще они просто выбирают художников которые вот не про радость и поэтому сами художники поняла сюда вот того чувака взяли в галерею он делает там про какую-то войну или какую-то проблему про спид про полицию там как бы загребли и они все смотрят да раз того взяли я тоже буду это делать может быть отсюда как бы идет институционально спускается вот этот поведет во многом но не могу полностью согласиться если взять тот же гараж который вот ну там был на них они делали привоз например мураками такая же который супер там который был супер флэт все в цветочках все красиво ярко это максимально далеко наверное депрессия не хочу гараж и все вот эта история они установлены про продажи поэтому они берут за билеты деньги да поэтому им нужно такие продвигать какие-то чтобы вот это их не выставка значит такое вещал какие-то важные закладывал какие-то проблемы и так далее но люди когда покупая картинки домой они хотят каждый день эти проблемы важные там видите себя они по-другому думают когда покупаете вот наши места она больше про продажи картин чем про выставку каких-то проблем поэтому по-другому у вас много русских художников большинство большинство да что тут ну не немного интернациональных но изначально конечно мы же москву быть ну типа поэтому большинство русских мы стараемся безусловно разнообразие русским ну там вот братья творогова висят супер активно и няшные когда этот стрит артер и наши вот труба например вот который сзади это тоже русский я почему спросила потому что вот эти вот все истории если там у тебя была выставка в гараже то ценник твои работы даже вот про проблемы он вырастает несколько раз была выставка еще где-то еще там ценник вырода вот а если ты не попадаешь ним гараж не в мама никуда ты еще галереях тебя нету но ты делаешь яркое искусство то цена то за него будет маленько то есть получается надо много подавать но ты можешь радоваться тому что ты живешь прекрасный 21 21 век 2020 годе есть instagram как бы интернет доступ к любому теории рынку и покупателю мира и я на прямую можно да я знаю пример живых людей вот мы например у нас есть знакомые которые как бы не парятся вот она и продают свои работы это мы от месси который вот этот футболист гуля как у нас выставлялась да хотя она но она тоже выставляется конечно где-то там ее ценник растет и все такое но ну не проблема то есть вот есть instagram ты можешь рисовать ты можешь ставить свой ценник связываться и рыночек порешает уже художник должен быть какой-то коммерческий да да все должен быть камеру что вообще за что вашем плане коммерческого это часто используется слова причем он часто в негативном чаще всего потому что как бы если ты коммерческий художник ты подстраиваешься под рынок ты вот там не институциональный ты не отвечает и вот не современное искусство чаще всего а институциональный художник ты вот такой прямо бедный но зато в мама странно то что больше фольгу и я тоже не согласен учитывая то что большинство ребят удивительно ну то есть институционально мы живем типа в метамодернизме. Соответственно, работы должны быть метамодернистскими в какой-то степени хотя бы отражать, да? А когда эти институциональные художники, ну, в лучшем случае, отыгрывают какой-то там поздний соцреализм иногда или, ну, я не знаю, то есть там ребята даже до Папарта еще не дошли, там, и постмодернизма, и что-то будут рассказывать про институции. Ну, как бы съездите по миру, посмотрите, что выставляется в галереях, там, в Токио, в Лондоне, в Нью-Йорке, а потом квакаете. Но у нас какая-то, не знаю, в общем, я отношусь к этому, к этим ребятам, которые говорят, что нужно не быть коммерческими, скептично, да и типа, все в нашем мире коммерция, мы живем в капиталистической экономике, то есть информация — это товар, лайки, которые вы ставите, просмотры, вот, которые вы видите, — это товар. Очевидно, что и картина — тоже товар, поэтому, не знаю. Вот буквально на днях я встречалась с художниками открытых студий в винзаводе, такая резиденция, они там на месяц или на два заперлись и делали свои произведения. И вот художник один говорит, что художник не должен думать, а то продаст он работу или нет, вообще о рынке не должен думать, вообще это не его вотчина, все, закрылся, у меня есть только творчество, мольбет, краски, ну и в крайнем случае там какие-то штучки для инсталляции. Я думаю, ну, мое мнение, ну, типа никто ничего, типа никому не должен художник, ну, то есть это просто фраза какого-то чувака про каких-то других чуваков, художников, да, или там, ну, соответственно, он может об этом думать, может не думать, это типа его дело, ну, наверное, если он хочет продавать и зарабатывать, ну, наверное, лучше об этом задуматься, да, если ты не хочешь продавать, у тебя все хорошо, ты просто чилишь, там, набали у тебя миллиарды долларов на счету, и ты рисуешь типа для души, ну, наверное, об этом можно не думать, то есть, все же индивидуально, но в контексте продаж коммерции, да, блин, лучше об этом задуматься, ребят, наверное. Все задумываются о продажах, то есть, они думают так, мы сейчас не будем думать типа о продажах, а мы выставимся потом в МОМА, потом наша цена вырастет, и вот тут такой момент, что цена все равно вырастет, и все равно об этом думают, правильно? То есть, все хотят, как бы, получить деньги какие-то, да, которые ты потом уже сам вложишь в те проекты, которые ты захочешь, в этом нет ничего плохого, ты можешь продать там кому-то картину, подумать об этом, да, что ты вот сделаешь свою картину, заработаешь деньги, а потом вложишь деньги в ту картину, которая там что-то там вырастет, еще больше проблему да 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 или построить свою головку дай будешь продвигать там все это историки вечно тоже проблема искусства через всю историю проходит отношении художников и денег типа все такие ой там деньги это плохо деньги это грязно но если глубину даже не глубоко просто посмотреть историю появления любого искусства там ренессанса средние века его бы не было не было бы денег нибудь клиентов меценатов которые давали деньги на свой портрет изначально заказчиков изначально для зака и и ничего не поменялось и так и есть как бы сейчас как в 2020 году дашь больше возможности забить на это болт типа и делать что ты хочешь но по-прежнему как бы это это так поэтому я думаю нет ничего там плохого это нормально реалии нашей жизни можно просто это использовать как инструмент полезно этим наслаждаться опять же это может развить твои же творческие возможности там заработал денег открыл там свою галерею ли там сделал чё хочешь классно же так что не надо так плохо относиться к деньгам и людям которые хотят их зарабатывать чуваки а как вы вообще галерейному бизнесу в россии относитесь если какое-то движение и вообще вот эта вот тема что 9 там из 10 галерей там за первые два года закрываются то что они никому не нужны что они так почему это зритель опять виноват потому что у него денег нет или это все-таки галерея что-то не так делают мне кажется что галерейный бизнес а они очень сильно как бы заботится вот именно той составляющей что вот это вот какие-то битвы с кем-то проблемами и так далее они не думают о продажах у того чтобы и художники так что что все шургена говорил то мы спрашивали да это все как бы сводится к тому что они сильно не задумываются чтобы создать продукт который будет продаваться но ведь именно так и как бы и работает бизнес да по идее когда люди там делают шампунь там или машины они думают о том как это будет продаваться да и поэтому как бы они там исследования но они следуют они думают они стараются полюбить своего потребителя да и сделал что за что будет ему приятно правильно и я считаю что если бы художники или галереи больше буду задумываться о том что хочет человек которого есть деньги или там любые деньги правильно там большие или маленькие деньги дайте они больше о нем думали больше его любили чтобы мы что-то дать да вместо того чтобы относиться к нему с высока то и успеха было больше и я знаю сейчас появилось можно художников которые копируют например алька монополи и продают их там недорого там с каждой работать 5000 рублей меня есть к ним определенное уважение как бы потому что они участвуют в этом рынке они это делают возможно они потом изобретут свой стиль какой-то и будет все круто да я считаю что это неплохо и многим художникам нужно тоже как будет больше об этом задумал как заработать деньги это неплохо и что деньги они как бы это экономика они потом вливаются во что-то развивают там еще больше за но я принцип но я безусловно согласен все таки одно дело делаем у нас я просто дополню то что у нас как во многих других индустриях рынок не супер развит ну вот в контексте например арта но он есть и как во многих других индустриях к сожалению пока что многие наши покупатели с деньгами они предпочитают тратить свои деньги не в россии тратят их ну на те же самые картины или шмотки там не знаю милане париже в лондоне еще где-то то есть и ну эта проблема но какой корень этой проблемы корень собственно вот только что озвучил дима читает но мы клиент как бы идет туда где ему комфортнее где лучше серых для то что он хочет купить где он привык что там надежнее не кинут и так далее да еще придется пройдет какое-то время пока мы переломим эту парадигму что в россии тоже люди умеют делать там одежду бары там галерея в том числе но первый шаг это задуматься о клиентах от своих потребителей то есть спросить себя что хочет вот ну словно там картина покупает большие деньги не бедные люди скажут кто если у вас портрет целевой аудитории головная боль всех художников кто эти люди кто в россии не желают искусство вот если продолжать мысль ну люди которые покупают картину например за 5000 евро ну наверняка это люди некоторые дают последние 5000 евро да наверняка это уже какие-то состоявшиеся бизнесмены стартует а про мидл класс допустим да мужчина или женщина это может быть мужчина женщина неважно в россии там первая страна мире полу количества топ-менеджеров женщин поэтому типа неважно неважно вот но соответственно можно на них ориентироваться спросить что они хотят что им прикольно было бы повесить у себя дома например этим как мне кажется не все галереи в россии есть есть классные на самом деле галереи но они все этим как бы озабачиваются если из того что большинство галереи они работают такой случай как мне кажется что когда вот богатые люди приходят лично к какому-то владельцу это вообще способен им нужно при обставить какой-то дом купить там например 20 картины они просто не хотят заморачиваться там предположим они там где-то запутали просто на тебе короче там 30 миллионов рублей там купи мне 10 картин короче или 20 повесить как хочешь там я потом приду посмотри например так происходит они доверяют вот этому человеку до какому-то его мнению но мне кажется что если не только думать только о таких случаях расширить и вообще возможных покупателей твоих картин до какого-то большего круга то и продажи будет соответственно больше то есть это могут быть какие-то молодые люди там которые взяли там деньги у своих родителей предположим у него есть только там предположим 200 тысяч рублей на картину 100 тысяч рублей да они тоже должны иметь такие как бы возможности купить какие-то картину для их тоже должны быть эти картины и когда ты начнешь их делать для них ты замечешь что многие также вот эти вот более старые люди с деньгами да какие-то вот эти бизнесмены они тоже хотят чтобы вот эти молодые люди их уважали они тоже купит твои картины возможно и надо просто с любовью относиться не нужно вот тут хотят только там я добавлю не не все упирается в обязательно в супер богатых людей можно есть есть на самом деле опции достойны и для людей условно для студентов то есть есть например очень интересная культура принтов знаете на элитирована серия граница в россии она очень мало развитые фестивали должны мы типа принимали участие но ну типа прям люди непривычные они не понимают типа зачем мне покупать с росписью картины типа художник я напечатал я напечатаю на принту то есть пока пока люди не поймут в принципе это вот есть в индустрии опции которые например которые позволяют даже не самым как бы обеспеченным людям приобщиться к искусству но при этом это правда то что в целом вот искусство и так всегда было на протяжении всей истории это люди уже но относительно состоявшиеся обеспеченные начинают когда они закрыли под по той же там пирамиде масло да когда они закрыли свои потребности это потом уже начинается закрываться нам эстетика и прочее поэтому да это люди голове то есть так что вот арт-бизнес он на тех людей как у которых уже есть поэтому вы такая разнообразие вас и живописи есть там и дорогие скульптуры и одежда и кроссовки в принципе на любой вообще возраст практически мы не только но это и диппенсификация бизнеса и как я уже говорил это синергирует из изначально типа наша идея про стрит-арт культуры все такое и это синергирует наши вот самая изначально базовая идея то что арт и мы словом же во всем даже не только живопись на холсте или культуры это коллекционные игрушки и кроссовки то что же ну произведение искусства ну типа умнейшие люди там дизайн разрабатывают делают это целая культура то есть что ваших там что мои да это прикольно и мы своим местом хотим показать плюс еще таких нет я все еще ищу всех спрашиваю кто к нам приходят клиенты мы сами катаемся по миру гуляем я не встречал мест которую типа вот все в одном кроссовок типа например вот это нижняя ну да ну предположим дали у розовый его смотришь да и вот эти вот узорчики да да и он покрыт этим шелковым можно снять можно константизировать как сделано подошва ведь там же рисунок даже на подошве есть ли там принимали дизайнеры очень как бы талантливый дизайнер талантливый художник они принимали участие создание всех этих кроссовок и почему эти кроссовки если они уникальные если они лимитированные до редки почему они не могут считаться искус особенно если росписью занимался мураками занимался мураками почему нет учитывая то что сейчас они действительно часто колобятся с известными музыкантами ну там вообще не вылазит это же круто краска она во всем это может быть промышленный завод там я не знаю который молоко делает но там настолько там когда ее можно всем увидеть оружие люди самолеты там наши лета потрясающие же красивые хотя ну то есть красота она правда может быть во всем и мы пытаемся сказать что вот такие вещи которые нас окружают повседневные тоже не лишены красоты истории легенды культуры то есть не надо циклиться на условно академических там пейзажах или натюрмортов потому что уже триста лет с этого прошло и талантливые люди которые умеют классно типа думать креативе дизайнить они по всех индустриях работают поэтому мы пытаемся показать людям что наслаждаться можно всем вокруг стать окружает возможно для художников это выход вы спрашивали как ему там зарабатывать деньги тогда видать ты предположим сделал этикетку для кого-то или ты сделал дизайн кроссовка или там придумал игрушку для медико куда-то ты можешь с этого гораздо больше денег зарабатывать чем на продаже какой-то одной картины это должно вместе работать как многие художники они говорят я не дизайнер я читаю какая-то глупость то есть ты художник то может быть и дизайна ты даже хорошо что дизайн превратишь в искусство должен совместить и сейчас есть потребность таким дизайнером которые больше художники которые очень творческие да к этому очень подходит то что люди хотят творчество хотят его на своих майках на своих машинах везде это вот разукрасить машины стал уже более такой повседневной вещью какой-то я считаю что художники они должны это обратить внимание может быть они могут прийти к нам вдохновиться вот этими всем вещами у нас есть много кроссовок которые списали художники потому что это уникальные вещи да и вообще-то в целом кастомизация индивидуальность это же в тренде наше время посмотрите то есть количество каких-то коллабораций огромно в россии просто на рынке посмотрите слово арт который используется господи чуваки компании которые строят дома бетонные коробки там арт резидон зилар то есть везде арт 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 люди ну арт принадлежности да они попытаются примататься но в принципе в этом ничего плохого нет они ну почему нет почему бы и нет типа без ну дизайн дома тоже может быть артом там заходить там всем пример все знаю да там кого трава то это время в котором мы живем арт он вовсюду но не все это еще поняли но поймут и поэтому я думаю то что мы здесь этому не супер какие-то гении которые там блин супер ноу-хау смешали не смешаемая нет мы просто типа ну в тренде на волне на самом деле то есть не ничего такого там продвигаете галерею вот то я уже сказали что мероприятие выездные тут тусовки вот арт раша расскажите получают про участие в ярмарках будет ли там других ярмарках участвовать их взрослого дома конечно конечно и до москву в космосковых дизайнерских каких-то там предлагают ну да если получится там два дня договориться там по павильону по деньгам впрочем а в целом к этому даже подходим также широко к остальным вещам поэтому мы даже думали участвовать в такой ярмарке по отделочным материалом примет того что действительно художник он может отделать сериалами твои стену до стрит арда и мы хотим также поехать на разные выставки которые не в россии в маями вене париж участие в ярмарках вы общаетесь прямо вот с посетителями как то или это боль ну как минимум когда вы только начали например ты смотришь что интересуется клиенту например очевидно увидели вот у нас была например идея какая-то вот были там картины и мы не знали ну зайдет она или нет и когда проходит там несколько сотен людей и очевидно то что вот есть картина которая у нас хоть продалась там 2 до которые привлекли больше всего внимания самой разной публике но мы такие думаем да наверное это то направление которое типа интересно публике там безусловно и такой-то networking то есть ты знакомишься с новыми художниками с блогерами с коллегами галеристами там ну будешь сюда включишься то есть мы же мы же тоже типа не супер умно они там дают классные советы типа там ребят вот там эта выставка стоя вот на эту стоит слетать там прям ну да 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 это нормально это в любом бизнесе про этот добавлю про эти забыл рассказать про эти господи выставка то как ну вот этих дизайна стен что-то такое я посмотрел фотки оттуда фото что там реально прикольно они там и картины вставили и мебели все такое то есть ты не ожидаешь ты думаешь одевать материалов вот и не играл куда отстой будет но я посмотрел фотоотчет чувак там там были интереснее короче павильоны чем были на этом потому что это бизнес и там бабки в одевочном терял гораздо больше бабушек продаж каратная дизайнера ходят дай дизайнеры да поэтому и хотим на самом деле не надо быть таким высокомерным художником каким-то или галеристом нужно везде соваться надо заняться девочным материалами вот я тебя ругаешь я не поехал туда где-то было супер и кстати там стенд это стоит дороже значит дороже чем на этих я рассчитываю что человек участвует дизайн машин то будет еще дороже проекта будут миллионы долларов потому что вредные бабки крути надо суваться так где курится бабки чтобы заработать галерейный бизнес это про бизнес больше они про искусство любой бизнес это про бизнес да то есть не ты можешь вести галерейный бизнес как диновка для души просто ну вот я я есть я не буду называть имена но узнаю историю где чувак чуваки вот просто вот у него есть квартира он сделал галерею чили-то это как содержант не засмотрит или нет сериал тоже такая приобретен чисто до стартреку наши но он еще там чудо на сериала ко все смотрят посмотрите приехала девочка из глубинки в москву нашла себе папика открыла себе галерею тянет деньги из твоих мужиков уже и прекрасно вот она сидит в этой галереи там такая ганилист посмотреть сериал не считаешь это деньги берешь могла бы там потратить их на чуть-чуть ты можешь вложил бизнес то блин ты можешь тратить бабки но весит ты если ты хочешь вот я есть пример людей говорю знаю ему не особо интересно но бабки человеку да то есть у него квартира в центре москвы там постоянно проходят экспозиции там приходят чуваки там художники там до определенного жанра они тому кидают респект и все такое но хотя казалось бы если бы он хотел зарабатывать деньги ну там миллион вариантов как это делать лучше то есть просто сдать ее там людям на проживание он бы уже больше денег зарабатывал чем с этой движухи да но не всем интересно галерейный бизнес как бизнес но мы во многом к этому потом нам это и нравится само по себе и в этом есть какая-то условно общественная польза но и как бизнес потому что это должно быть бизнесом это мотивирует это классно это прикольно про продвижение еще вы спросили мы про продвижение галереи вообще мы по всякому стараемся ну там таргетированная реклама ролики инфлюенсеры вот это все там участие выставках ивенты по максимуму но суровые реалии жизни такие что только-только разгоняемся только-только начинаем то есть сложно ухватить за все у тебя же постоянно там и текучкой то есть он вот в дальнейший план бы мне кажется на текущий момент типа эффективнее просто звать людей от мира вот из благосферы из там социальных сетей это наверное эффективнее чем баннер там нам коде повесить типа заходите солдат говорит опять меня самый главный вопрос вот скульптурка косо она сколько стоит а где вы ее купили вот на остановке стоит но мы все вещи достаем через разные разных людей коллекционеров так сказать мы вторичный рынок вторичный рынок все потому что она кого-то 2000 этого мне не все некоторые первичный рынок номер бирбрики и так далее но супер редкие вещи это аукционные листа кип-то вода это приходится все исследовать искать от все это очень сложно даже не могу сказать где мы берем все вещи это нет какого-то накрутка как это идет да конечно же асока стоит это я не знаю но посмотреть на она не сильно дорого стоит но вот не сильно до капса они они начинают от 10000 рублей вот где-то в районе 12 10000 и стоит они доходят до у нас доходят до 250 чтобы зрители понимали сейчас просто речь идет о вот такой фигурке да там когда есть вы фигурки редки которые одна из 200 они это подороже стоит я думаю не видно я думала дорого успокоили тогда подкоплю и у нас есть разные вещи там баки дешевки дороже в этом прикол можно найти добрый локов с или что-то такое а вот эти вот не шутки очень много их мир демоке куда они начинают это вот например очень редко туризовать большие так его нет даже у тимати так он об этом еще к сожалению не знаю большой такой мать и приходи к нам уже бро это волк в овечьей шкуре шкуру мы спрятали пока не одевайся то есть у кого он там вот такой вот есть у него вот как бы авто потом раз так снимать на вот это он редкий просто он круто его правда многие хотят мы слышали закрыт конечно поэтому такой дорогой а из которого много в россии они дешево не вы сделали мой день я поняла что я не нищеброд и могу себе позволить искусство конечно в этом смысл на любой кошелек она есть это правда так теперь у нас рубрика вопрос от подписчика все вопросы ниже писала не я поэтому ко мне никаких претензий отвечать может по очереди или кто-то из вас первый вопрос где посоветуете продавать свои работы и выставляться этим летом именно вот этим летом на куску ну наверно да в моем боюсь этом миллионы долларов она и в россии сказали ли где нет не было но я подозреваю нет галереи вкус москвы майами там галерейные не можно как художник на куску ну конечно нет на на майами мая на базе и прочее там до в майами следующий вопрос если никогда не сотрудничал с галереями чего лучше начать или с какой что ты рисуешь разным галереям какие-то разные вещи нравится нам нравится такой веселый заморочен это не было вопроса как попасть блин ну типа пишите или в гости приходите говорите привет ребят постоянно кто-то приходит предлагает свои работы постоянно говорим это прикольно там это не очень ссорить и ничего сложного интернет есть телефон есть вы живу пройти можно не проблему приходите ждем следующий что по-вашему самое главное в картинах произведениях что самое главное в картинах и произведениях это для каждого же индивидуально для меня самое главное ну если я вижу штамп нарисовал его капс значит это круто я точно могу сказать или там мураками мне очень нравится капсмаркой для меня также важно чтобы она была красочные или позитивные там и там я узнаю какие-то знакомые силы вот как капсмара кабель там у файкут я увижу сразу мне нравится надо дальше был очень качественно сделать это лично для меня просто вот как человек скульптурой скотча вот это вот все бумаги круто ну может ну мне например тоже может зайти что угодно но главное чтобы это было как-то пересекалась с моим внутренним миром отражала частично меня что ли что что-то меня зацепила тогда да но при этом меня может зацепить что угодно там что ответит я думаю любой человек так ответить что тебе в душе отражается то есть я могу рассказать что мне нравится опять же но по большому счету то что просто отражает мои какие-то вкусы и то что мне нравится ваш совет начинающему галеристу этому мы сами начинаете ждем дайте нам советов ребят дайте нам советов как вы ищете подбираете и выходите на художников иногда нас кто-то знакомит нас кто-то иногда знакомит кидается целый день я провожу в инстаграме часов 8 дней или 5 у меня на месте по того он показывает насколько в социальных всяком пин интерсти ты сидишь и потом там те в гене честом пишет смотри какой чувак ты думаешь ну вроде чего ты в лайки что советует потом другого чувака инстаграм ты вот тоже лайки или поешь в японию посмотришь там мы например шлялись по японии нашли там все рисовали шаней вот он крут шаней нам нравится да потом мы там пошли в лондон да и там есть такая галерея дэн файн арт гелори где кстати вот ульяна краб тоже там продавался вот мы там нашли тоже много разных художников мы поняли что на самом деле скопировать чужую работать и тогда шквар на мировом рынке взять например там была такая статуйка она была в форме красного конверс да пусть точь-точь но она была такая типа красивая форма как муракамиру там ты здесь до 30 тысяч долларов я бы с радостью кубе я был бы 30 . армейн долларов так я бы взял бы и купил бы все то есть потому что я хочу себя вырезать я хочу думаю поставить симгресс марио круто правильно кто из кого украл нет второй врач и я смотрю к этому весь мир движется потихоньку то что надо украсть на руках качественные и добавь нас авару да 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 сделать это круто круто на любой искусство это да чтобы улучшить правило либо искусство ремикс на ремикс копия на копию переосмысление творческого это нормально рост называется называется рост просто роста всех художник вместе взят на все друг другу украсть и вот как евгений честную же цель выговорит с ним согласен нам нужно стать всем добрее всем друг друга любить помогать и всем художникам они думают ой блин эту меня украл а я тут у меня украл а почему у них много денег а любить помогать друг друга они пытаться там вырваться из этого болот типа я крутой я вырвался потому что рынок он и так мертвый да и и люди его дальше топят место чтобы вся месть его попытаться раскрутить пошире стало все друг друга только его гнув сколько только было ору по поводу этой артраши с институциональным там из других ярмарок просто загнобили ну да явно не вот эти интервью это не самое сложное что в этом есть самое сложное взаимодействие с властью взаимодействие с финансовыми институциями очень сложно в россии за государством чем я не уверен то что россия про такая плохая возможно там в какой-нибудь франции или америке это еще жестче но но это прям тяжко то есть реально для нашего мозга вот мы типа этих вот он вообще какой-то зумерная мы близко к этому для нас все так тяжело так так сложно хочется ведь хотели то ходить там и чуть рисовать или придуриваться там танцевать там и плясать и хочется сидеть что-то брить очень сложно для кого-то очень легко а вывоз и привоз произведение искусства за границу есть там проблемы полно полно целая история целая история который прощаться столько нюансов чуваки ну вот так даже вот это один fine art gallery галерри из лондона все выкручивается как могут то есть если вы думаете то что русские бизнесмены пытаются обходить там там всякие схемы налоги это не так я вот вот точно говорю то что условно галерея который в сша работает в майами я знаю да в которой в гонконге и в лондоне но я вам потом лично вне камеры покажу они тоже по всякому пытаются обходить таможенные пошлины и там всякие законы доставки и так далее это нормальная бизнес всегда пытается выкручивать а государство нахлобучивать вот ну такая реальность чего живем как можем адаптируемся когда печальная нота позитивная я думаю еще вопросы есть вопросов нет совет начинающему художнику прямо можно прямо в камеру больше позитива верьте в себя все можно получиться можно быть счастливым где то есть делает то что тебе нравится ну зарабатывая бабки кайфу от жизни все возможно все будет хорошо мы живем потрясающее время вокруг нас потрясающие люди уже потрясающей стране и все уже совет я считаю что художник он дает то что он съел как любой другой человек это должен больше есть позитивных хороших вещей на сильно должен ходить встречать красивых девушек там ходить какие-то дорогие места пусть просто посмотреть там да вы и вот этого больше употребляющих потом это больше дать потому что салон будешь продавать людям которые занимаются это это супер и хотя так вот я недавно короче смотрел есть там нейро что-то там биология курпатов чувак который в сбербанке отвечает за нейроповедение клиентов он говорит то что но мы то что мы едим информационно тоже соответственно вот про то что сказал то информацию который ты потребляешь это во многом ты есть и и потом выражаешь поэтому потреблять много про коронавирус информации да очень позитивная хорошая про то как не не знаю какие мы все классные красивые как все будет хорошо поэтому за вас все будет хорошо приходите к нам в гости мы вас любим да смотрите алену она супер спасибо это было супер ура ура Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok